дорогие друзья всем добрый день всем здравствуйте меня зовут ольга вы находитесь на моем канале о моих увлечениях и мы с вами продолжаем разговаривать о вышивке о вязании о новых книгах о покупках да мы с вами снова поговорим о покупках так ну давайте все по порядку сначала мы с вами поговорим о том что же я успела сделать за сутки мне кажется это будет весьма интересно итак дорогие друзья у меня сегодня новый неожиданный процесс проект это проект из остатков пряжи как у меня это получилось я не знаю но надо отметить что мне года полтора наверное два назад валюша который сейчас к сожалению не снимает видео мы все очень хорошо общались она мне отправляла несколько посылочек и в одной из посылочек были тапочки ручной работы у них кожаная подошва и вот эти тапочки валя если меня смотришь огромный огромный тебе привет прям они меня спасают вот в такие вот времена когда я действительно теряю голос болею они очень теплые и ну вот правда мне захотелось повторить думаю если я их сношу то что уже дальше но так как я крючком вижу очень плохо орудую очень плохо ничего не соображая далее могу повторить какой-то мастер-класс либо повторить по картинке по схеме но сама вот это вот всю конструкцию собрать мне намного сложнее чем спицами хотя когда-то начинала вязать спицами вот что я навязала потому что у меня сейчас собственно на ногах я смотрела и вязала это еще не готовая работа этот процесс я значит смотрите здесь я думаю что есть может быть и мастер-классы на ютубе но я глянула тапочки бабушкиным квадратом но там совсем другие не такие а мне же хотелось именно такие крит которые у меня сейчас на ногах и я значит тут разглядывал рассматривала считала столбики полустолбики поняла что здесь не столбики а вот какие-то такие шишечки тоже самостоятельно их изобретала в общем знаете как было интересно и увлекательно я сама не поняла как быстро я связала шесть мотивов как быстро я их соединила я вообще вообще очухалась когда я уже поняла что вроде бы как надо вам что-то показать прежде чем дальше продолжить потому что дальше у вали идут идет подошва подошва у нее из кож наверное может быть кожа то есть она использует всевозможные остатки в эти тапочки да а также использует старые трикотажные футболки которые она шьет подклад именно за счет подклада и за счет того что подошва такая устойчивая да получается то есть кожаный но даже пусть из кожи неважно они получаются теплыми комфортными и я тоже очень хочу попробовать использовать здесь старые мирошкины футболки в подклад как это будет я уже и так и всяк рассматриваю в общем конечно свои то тапочки которые на ногах я не буду распарывать для того чтобы выкройку сделать вот все это знаете вот действительно увидел и повторил вот хочется увидеть и повторить я так часто делаю по картинке но с крючком я бы так не смогла если бы не было у меня вживую вот таких вот тапочек может быть кстати говоря есть мастер-класс такой если есть дайте знать ну мне кажется пока вы напишите я уже доделаю но хотя вот пока я остановилась и дальше думаю если у меня не будет вот этой подошвы которая да у меня кожи нет я все по выбрасывала вот я сейчас жалею что я выбросила старую кожаную куртку можно было как раз использовать сюда на подошву мама может быть в деревне есть но на этой неделе мы еще не поедем их надо вязать хочется надо делать хочется посмотреть хочется получится у меня или нет но если не будет получаться я валюша напишу по старой памяти может она меня проконсультирует как это делается в общем было очень увлекательно вязать поэтому я так быстренько все и связала кстати у меня ни единого кончика кроме последних вот этих вот двух обвязки до которая есть теперь про пряжу и думаю что не всем конечно интересно дам вязание из остатков но ведь есть такие которые действительно очень любит тем более крупных изделий пока у меня нет я отдыхаю от платья я даже сыну джемпер закинула пока не вижу в общем смотрите я когда-то намотала себе вот такие вот намотыши из разных остатков и вот эти вот намотыши я все сюда и пустила у меня здесь очень много вот этих вот остатков которые смиксованы и смотрите какая культурная у меня композиция осталась да правда же здорово в общем я конечно буду держать вас курсе как эту дела у меня по этим тапочкам так про тапочки все и пока я ловила идею в воздухе которая витала в относительно тапочек я немножко повязала вот этот бактус он у меня планируется как я говорила быть трехцветным вот я перешла на следующий цвет он очень простой самый примитивный но здесь будет не примитивным как я говорила состав здесь очень благородные цвета и очень благородный состав и вот я его потихонечку потихонечку вижу но посмотрим в процессе монтажа его легко вязать поэтому я с ним никуда не тороплюсь действительно он не надо ничего думать просто сидишь наслаждаешься расслабляешься и вяжешь если в процессе с джемпером несколько иначе там как раз идет расчет сейчас с кокетки да ну то есть три главных линий то здесь все просто посмотрим как она пойдет дальше я конечно же тоже вам буду рассказывать и у меня остался еще процесс по вышивке белоснежка итальянский дворик ничего не изменилось вышивая только его пока могут как-то так потом посмотрим может надоест и перейду на другой какой-то процесс я уже начинаю обдумывать эту деталь а еще я начинаю обдумывать тот момент что я хочу новые новый процесс по вышивке ну как-то вот у меня четыре есть еще хочется один начать зачем спрашивается да ну вот она так вот затягивает если вы однопроцессник держитесь этой идеи это очень хорошая идея очень продуктивный результат ну а когда ты разводишь множество процессов то получается что все по чуть-чуть и незаметно в общем здесь 210 крестиков прибыло я надеюсь вы видите этот результат я его уже вот сейчас очень хорошо вижу потому что с этой стороны я практически закрыла пустые клеточки у меня вот тут совсем немножко еще осталось зелени и все то есть вот это вот все граница я уже определилась и вот видите потихоньку потихоньку спускаюсь вниз 210 крестиков здесь было прибавлено вчера замечательно мне кажется все все о всех продвижениях я вам рассказала и так а теперь мы с вами давайте вернемся к покупкам что же в этот раз я еще до нового года оформляла заказ это книги я очень люблю новые книги я люблю их листать я люблю рассказывать о своих эмоциях люблю читать рассказывать о прочитанном все это я очень люблю и сегодня вот такая вот тяжеленькая посылочка мне пришла с магазином book24 и там от издательства книги от издательства exmo ast так как заказ я оформляла давно я уже не помню что там я только приблизительно помню что я выбирала новинки сейчас мы с вами будем это все дело распаковывать упакованы все очень хорошо видели нам сколько здесь этих упырок я их оставляю потому что у меня сын очень любит он машинками новинки поэтому счастье будет всем так вот такой вот у меня интересный фон сегодня но зато мы с вами говорим о книгах это действительно новинки и смотрите какая новинка у меня в руках видите вы видели эту книгу уже читали я увидела впервые как раз таки о издательство издательство бомбора это иллюзорное вязание от анны котовой мы с вами сейчас ее полистаем посмотрим что там внутри также здесь есть видео уроки плюс схемы для скачивания техника схемы и проекты я сама не видела честно я буду вам рассказывать во влогах об этой книге дополнительно информацию что-то может быть в общем я сначала полистаю посмотрю насколько мне она будет необходимо в работе и что здесь есть интересного но здесь я так понимаю вязание знаете в технике двухцветного вязания в общем давайте пока не буду говорить но сама книга очень красочно ярко это действительно новое издание анны кутовой надо будет познакомиться весьма интересно так это первая книга вторая книга и так как я говорила что я заказывала давно книги а пришли они мне только сейчас это новинки здесь новогодние застолье 50 праздничных рецептов со всего мира новый год конечно же прошел но это же не последний новый год правда же я на самом деле в этом году мы праздновали отмечали дома всей семьей походили сначала в гости по родственникам а затем отмечали всей семьей не очень хотелось создать атмосферу моего детства да то есть когда мама готовится начиная с утра какие-то заливные что-то там обязательно салат селедка под шубой обязательно зимние обязательно бутерброды чтобы это все было домашняя домашняя выпечка и я правда этим всем занималась в этом году с великим удовольствием но видимо на фоне того что я для себя вот запланировала такой новый год я когда и заказала вот эту вот книгу она она очень ярко очень красочное печенье разного рода угощения рулеты о булочки сладости я думаю что это не только на новый год подойдет на любой праздник но здесь еще очень красочные конечно же картинки выпечка вот как раз заливное как жаль что она конечно не не пришла до нового года быть может что-то я бы себе отсюда бы взяла красота какая закуски еще вот такая вот книга у меня есть я люблю тиматика нового года я кстати говоря от этого же издательства брала книгу и читал ее перед новым годом там речь шла о елке елочных игрушках и вообще об истории нового года в нашей стране это было очень увлекательное чтение я думаю что следующем году я обязательно перелистаю эту книгу еще раз потому что она действительно создавала новогоднее атмосферное настроение следующие книги о них я пока ничего сказать не могу только покажу вам причем здесь 18 плюс доброе утро монстр хватит ли у тебя смелости вспомнить о своем прошлом вот так вот выглядит книга человек становится героем в тот момент когда побеждает смерть когда другие дети боялись чудовища и страшных сказок монстры лоры питера дэнни альмы и медлен были реальными я так понимаю что это художественная книга да приятно так вот окунуться в посылочку который ты совершенно не помнишь я так понимаю что это художественная книга я поподробнее с ней ознакомлюсь и вам тоже расскажу будем делать на некоторые книги обзоры так а здесь голодные псы роман тренинг о преодолении личностных и корпоративных кризисов почему-то мне тоже очень стало интересен этот момент я иногда изучаю подобного рода литературу так между делом читаю статьи мне все это интересно вот будем читать буду буду вам рассказывать если здесь полезная информация и для кого она может быть полезной но скорее всего это больше по моей основной работе нежели по блогу да поэтому вот это вот прям лично для меня и весьма интересная книга потому что интересная она может быть не только мне но и вам это элементарный телеграм все что нужно знать о самом перспективном мессенджере страны чтобы нам на нем зарабатывать вот такая вот книга я очень боюсь этой этого мессенджера телеграм я в нем ничего не понимаю я там есть я вам оставлю ссылочку кстати говоря на свой телеграм я там просто дублирую ссылки на полезные материалы которые я снимаю все дело в том что однажды когда вот в прошлом году почти год назад что-то произошло с ютубом я не знаю и начали качать авторские права на всевозможные песни которые раньше были бесплатно доступе можно было их легко применять в общем закрыли два мастер-класса потом что-то их пыталась открыть что-то мне так это все не понравилось и многие мастер-классы перенесла на дзен а в телеграме у себя оставила на них ссылку это для тех кто не знает как искать что искать где где вообще искать информацию как что сохранять хотя на дзене сейчас тоже можно все сохранить вот в общем буду знакомиться буду вам рассказывать если здесь что полезное для простого обывателя но мне как блогеру это интересно и как вы видите я в этот раз заказала книги не столь художественные сколько действительно какие-то немножко поучительного характера потому что но как-то надо и в другом направлении мне кажется тоже двигаться почему бы не начать прямо таки с нового года рассказывайте в комментариях что вы любите читать помимо художественных книг вообще читайте какие-то интересные статьи не очень интересно какой зритель меня смотрит совсем не обязательно читать и быть хорошим человеком можно и не читая но все же вот так как это еще одно моё хобби мне тоже интересно знать если у вас подобные хобби и так про книги коротко кратенько сегодня рассказала подробные обзоры будут на ну как обычно вам в моих влогах так где я буду вставлять вам свои ремарочки свои комментарии по поводу прочитанного вот может тоже заинтересую вас а еще раз мы с вами заговорили про сайт book 24 мне пришла в рассылочки информация о том что там 22 процента скидки на покупку от 1000 рублей до 10000 рублей до конца месяца до 31 января поэтому я вам оставлю ссылочку в инфобоксе заходите смотрите так как это пришло мне все звук 24 мне кажется там эти книги должны быть если вас что-то заинтересовало но конечно не только на эти книги распространяется данная скидка вот будьте внимательны смотрите выбирайте я этому сайту доверяю так ну а на сегодня пока все подключусь чуть попозже когда что-нибудь мы с вами вновь прочитали вернее я прочитаю свежо или выше всем добрый день меня зовут только вы находитесь на моем канале о моих увлечениях и сегодня я хочу вам рассказать на какой стадии находятся мои процессы что я успела сделать в течение последних суток чуть больше на самом деле но не имеет значения потому что не так уж и много было продвижений давайте все по порядку первое что я вязала это бактус который я планирую довязать самое ближайшее время здесь как я говорила кашемир разный здесь хорошая смесовка здесь у меня идет тоже кашемир по моему это кориаджи это лорапьяно но я могла перепутать я только знаю производителя название я уже не помню это бобинная пряжа и так что там я довязала все что у меня имелось по вот этой благородной пряжи вот у меня даже образец пошел уже в дело только потому я взяла образец потому что мне не хватило ниточки довести до конца я думаю что я провяжу его полностью но суть в том что мне же нужно завершить бактус до мне не то чтобы даже нет мне не хватает все равно размаха и я буду завершать его ну хотя бы сантиметра полтора здесь буду добавлять платочной вязки в конце а для этого мне нужна ниточка и я вам говорила что буду брать вот эту нить это меринос 240 метров было на 100 грамм я поняла что по метражу они совершенно не подходят вот вот эти все три позиции кстати позиции все разные полторы тысячи метров на 100 грамм было я в три ниточки вижу 1450 а здесь 750 650 не помню ну в общем ниточки все разные да но я их подгоняю подметраж и понимаю что вот то что у меня осталось подметраж не подходит но все дело в том что это вот такой вот меринос бобинный он уже был смутанный полностью скрученный и я его раскручивала видите здесь теперь четыре ники осталось потому что это гребеной меринос а все это картная шерсть она разбухнет а вот этот разбухать не будет и по метражу они получаются будут схожи изначально я конечно не знаю сколько здесь вот в этой маленькой тоненькой ниточки не общий метраж надо было просто разделить да но тем не менее пряжи то разная сама по себе но мне на обвязку теперь должно подойти и вот он остаток то есть две ниточки я отмотала но представляете да я втыкала иголочку все это вот так вот разматывала распутывала раскручивала в общем вот такой ерундой я занималась для того чтобы но красиво завершить это изделие уже и носить его потому что это изделие будет под ну ближе к шее да под куртку не на куртку а под куртку под шубу поэтому вот жду скорее всего уже совсем скоро вы увидите готовый результат если меня куда-нибудь нефте дебри не занесет совсем недавно показывала вам пряжу а новая пряжа которая мне пришла с магазина к альверу камтекс ровничная и на нее я готовлю обзор сейчас конечно свет привирает можете да вот такой вот он цвет яркий солнечный красочный и такой уже весенний здесь необычная пряжа ровничного типа и вот они я рассуждаю в новом видео видео обзоре на эту пряжу вот такой образец я связала смотрите какой она огромный образец просто решила вам показать что этим я тоже занималась на это тоже требуется время и вот на вязание образцов я просто очень не люблю тратить время вот прям очень-очень и обычно они у меня вот такие вот такие но тут я решила уже сделать полноценный обзор давно не было обзоров интересные пряжи до которая встречается в продаже я иногда так делаю для канала для контента вот так далее вышивка дорогие друзья я приближаюсь 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 я уже к финалу этого листа смотрите что у меня здесь цветы хорошо прорисованы осталось только зелень зарисовка да вот нижняя часть еще не заполнена до конца 310 крестиков у меня вчера появилась на этой конве сама не заметила как было очень увлекательно ниточка за ниточкой но здесь потому что повторяются цвета да то есть ты начинаешь с какого-нибудь угла заполнять пространство и вот побегаешь по конве заполняя и вот так и получилось что одиночек маловато а вот всего остального многовато вот и получился такой результат потрясающий ну вот буквально еще один такой капитальный забег может быть завтра хотя у меня по пятницам такой загруженный день что я ничего не планирую обычно из рукодельного в плане рукоделия да но попробуем если получится то значит у меня будет завершен лист и следующем влоге я вам постараюсь показать весь масштаб да то есть разверну и все это вам покажу красота неимоверная получается совсем немного совсем чуть-чуть лист будет завершен и вперед вперед-вперед не хочу ни на что переключаться здесь вот вышивка вышивка и вышивка здорово гвоздь программы вот только посмотрите что это я никогда бы не подумал что я начну вязать обувь потому что это полноценная обувь начиналось все конечно с иного момента да я вам говорила что мне валюша дарила тапочки у нее дно тапочек это кожа внутри есть подклад я показывать не буду только потому что есть люди которые падают в обморок от ношенных вещей которые мелькают в кадре вот кофточку можно там тапочки носки в хорошем состоянии показать в кадре нельзя потому что это ношено но мне неоднократно делали замечание я не знаю мне так они меняет конечно очень веселит и смешит но неважно в общем смотрите вот такие вот тапу ли у меня получились я вязала прямо по картинке даму не по картинке по живому образцу примеряла прям высчитывала и не знала что сделать на дно потому что у меня в принципе нет ничего подходящего ждать это не мой конек вы знаете я очень не люблю ждать я посмотрела увале она тоже тут и делает такие как это шов потому что но на кожу дам то есть не крючком я так поняла тоже иглой это все сделано иглой вот этот шов он идет иглой то есть мне не знаю как этот шов называется когда мы с вами петельку делаем вот и значит обшила сначала вот этот вот вот этот шов сделала потом крючком соединяла получается две детали это вот передняя часть которая у меня уже полностью была собрана и сама подошва внутри я не стала делать подклад я так примерила и поняла что это будут полноценные тапочки то есть начало будет идти обычный хлопковый носок а вот на этот хлопковый носок уже будут надеваться эти тапочки потому что иначе но это обувь это получилось обувь я заказала на казань экспресс быстренько сообразила заказать вот такие вот след как они называются то забыла стельки в стельке вылочные что они стоили 60 или 70 рублей в общем казань экспресс что мне нравится это сегодня заказал завтра уже придет но потому что казань от нас недалеко я так понимаю поэтому так быстро вот и потом когда я уже вот сидела собирала эту дай-ка я еще раз в интернете в на ю тубе вобью тапочки но уж по-разному там до тапочки крючком и у меня выдал мастер-класс похожий очень но там другая конструкция немножко вот этих вот деталей она как-то по-другому вяжет мастерица я вам оставлю ссылочку если не забуду на этот канал и там тоже она использует кстати говоря по моему войлочные вот такие вот стельки тоже их обвязывает вот прям посмотрела как она это делает посмотрела как собирать но мне кажется я сделала немножко по-своему но тем не менее смотрите что суть то в чем я хочу показать какого они цвета но я сделаю фотографию в тени знаете мне очень нравится сочетание скажите же здорово получилось но просто вот да я выбрала не очень удачное время для съемок ну просто потому что вот как есть время так и снимаю смотрите какая красота я прям в полном восторге конечно носить эти тапочки дома здесь у себя в квартире я не смогу просто потому что войлок очень скользкий а у меня здесь плитка но в деревне это будет мне кажется незаменимо просто надо попробовать если понравится я изо всех остатков которые у меня там есть и свяжу еще одни такие чуть большего размера потому что этим не прям размер в размер а у мамы нога все же немножко больше и будут у нас мама вот такие вот тапочки да я вижу обувь вот так и я читала читала я сразу две книги да вот у меня вообще в начале года была такая мечта начать читать сразу по две книги потому что одна это должна быть какая-то такая вот обучающего жанра который под 10 страниц в день не более а вторая прям развлекательная которую прям залпом проглатываешь у меня сегодня голос еще никак не вернулся я сегодня с пяти утра не сплю поэтому я читала в захлеб книгу прямо с утречка отпивалась чаем возвращала голос на место в общем элементарный телеграмм это самое интересное показалось мне в последний да вот который я вам показывала в этом видео книга я начала ее читать на самом деле правда есть что чему здесь поучиться но я бы сказала что это для меня для общего развития для понимания вообще в целом этого мессенджера потому что то что в ней говорится это заработок на рекламе реклама в телеграме это не то что на ютубе или на дзене или в инстаграм это это нечто другое в чем нужно потихоньку потихоньку разбираться если ты хочешь работать в этой сфере и нужно относиться к этому как к работе реально то есть это какие-то проекты в которые ты вкладываешься и потом только ждешь отдачи в общем это не просто там просмотр рекламы да как вот например на том же ютубе в общем интересно мне интересно кому так же интересен телеграм и он не знает что это такое с чем его едят но в то же самое время понимает немножко в технологиях то берите не пожалеете для общего развития но я еще прочитаю ее до конца и потом вам расскажу на самом деле я не так то уж и далеко ушла там очень много схем 82 страницы я нахожусь очень много примеров скриншотов с экрана разных блогеров да как они размещают рекламу на чем они зарабатывают в общем да для общего развития вполне даже даже это это просто я не могу я не знаю и мне кажется знаете как мы сделаем с вами мы с вами поступим следующим образом я дочитаю эту книгу до конца потом в одном из влогов в конце блога так и скажу прямо вот сейчас мы с вами прекращаем смотреть это видео те кто будет читать эту книгу сам а те кто читать не будут я вам сейчас расскажу что почему и как потому что удержаться и не рассказать о ней я не могу это это очень интересная книга я уже уже прямо-таки на финишной прямой я со всеми познакомилась преступник прям перед моим носом я нахожусь на 506 странице из 700 с чем-то там не важно но суть в том что вот я люблю такие книги да когда преступление разгадывать должна я сама я выдвигаю гипотезы я подозреваю 1 2 3 я подозреваю даже жертву я всех подозреваю и понимаю почему я их подозреваю то есть я строю свои догадки то есть как автор я могла вообще унестись в другую в русло нежели например мне дикер расскажет в конце да потому что у меня уже есть два готовых преступника они прямо вот очень вот эта роль им прямо очень подходит в общем знаете кто любит вот такого рода на литературу такой жанр я вам рекомендую это детектив надо узнать еще чем дело закончится и не разочарует ли меня финал вот чтобы прямо сказать свое жирное да но пока да 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 вот вот такие вот у меня новости я не знаю как будут обстоять дела завтра у меня сегодня четверг уже вторая половина дня поэтому я я решила выпустить видео сейчас так все всем огромное спасибо за внимание мы с вами обязательно увидимся в новых видео и всем пока пока